МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа «Новости 24 часа» в студии Сергей Прохоров. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Беларусь как донор безопасности в Европе. Дипломаты, аккредитованные в Минске, почтили подвиг поколения победителей. Франция выбрала президента. Молодому и беспартийному граждане доверили управление страной на ближайшие пять лет. Нетрезвое происшествие. На дорогах Беларуси зафиксирован всплеск аварийности. С очарованием по красной дорожке белорусские участники Евровидения на открытии конкурса сразили Киев искренностью. В торжественном молчании и праздничном обрамлении. Площадь Победы за день до 9 мая украшают растущие вокруг обелиска тюльпаны. Какой бы ни была погода, они зацветают именно в эту пору. Багровые мирные краски, напоминание о крови, пролитой миллионами советских воинов за победу. 72-й раз на белорусской земле ее отметят благодарные потомки. Именно здесь, в центре столицы, пройдут основные торжества. Планируется, что в них примут участие тысячи человек. Ну а многие уже сегодня приходят к месту поклонения памяти героев. Эта дата напоминает о том, что нет разных национальностей. Мы все люди, нас объединяет человечность. Эта человечность помогла нашим предкам встать и отстоять в нашу страну. Это история, которую нельзя забывать. И детям нужно об этом рассказывать, чтобы такое не повторилось, что побеждает всегда тот, кто сплочен. Люди не только празднуют победу, но и в память тех, кто погиб, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы жили мирно. Поэтому, конечно, без слез не обойтись в этот праздник. 9 мая торжества на площади Победы запланированы в полдень. Церемония возложения цветов и венков положит начало празднования. Вечером здесь состоится грандиозный концерт. А сегодня прикоснуться к славному военному прошлому Белоруссии страшным страницам Великой Отечественной смогли дипломаты. Под Минском на линии Сталина реконструировали один из боев берлинской операции, прошедшей в мае 45-го. Десятки единиц техники, сотни реконструкторов и зрителей. На военно-полевой встрече без галстуков побывал и мой коллега Евгений Пустовой. За дымовой завесой мирная картина. За нее белорусы заплатили жизнью каждого третьего во время Великой Отечественной. Поэтому помним, поэтому гордимся, поэтому так ярко празднуем День Победы. Среди тысяч зрителей выделяется вот этот интернациональный десант. Послы с семьями. Это первая такого рода дипломатическая встреча на линии Сталина. Пригласительный на военно-полевой променад без галстуков разослал белорусский МИД. Вот так примерно выглядела линия Сталина. ДОТ, кстати, не наступательное, а оборонительное вооружение. В канун Дня Победы белорусы провели уроки мужества для послова и их жен на линии Сталина. Чтобы еще раз напомнить о белорусском мужестве и политике добрососедства. В Дне Празднования Победы в одном дипломатическом строю представители тех стран, которые были по разные стороны окопов. Но свою победу мы инвестировали не в разрушительное возвеличивание отдельных народов и стран, а в новое мироустройство. В строительство эры ООН. Самое важное, как вашу страну, потому что это для нас тоже сорт либерализации. Для нас это самое важное, чем здесь, в Беларуси, в Российской Федерации, etc. В годы Второй мировой белорусы, жертвуя собой, останавливали молок нацизма. А сейчас наша страна – донор стабильности. Мы не являемся источником какой-то опасности, источником какой-то конфликтогенности. Мы – доноры безопасности в Европе. Защищаем нашу совместную границу с Евросоюзом от наплыва нелегальных мигрантов, от трансграничной преступности, от торговли людьми и много-много-многое другое. Мы никому не имеем никаких нетерриториальных претензий. И, кстати, Беларусь – единственное государство постсоветское, которое не имело никаких вооруженных конфликтов на своей территории после развала Советского Союза. Пока говорят дипломаты, пушки молчат. Недавно назначенный в Беларусь посол Украины среди военной техники говорит о Минской площадке мирного диалога. Работа идет очень большая. Это непростая работа. Действительно, нужно много сил потратить, чтобы согласовать действия. Когда соворные что-то делают, любые перемирия, любые переговоры – это вопрос мотивации. Если люди хотят, страны хотят, они это сделают. Исход Берлинской операции известен. И тогда разумное человечество, а сейчас зрители рукоплескали победному исходу. Но пусть в дальнейшем будут не менее эффектные дипломатические победы. А для этого надо хорошо знать уроки прошлого. Евгений Постовой, Леонид Бартенев, телекомпания СТВ. И главные новости на международной арене. Во Франции новый президентом стал молодой центрист Эммануэль Макрон. Его итоговые цифры на выборах – 66% голосов. Это почти 21 миллион человек. Инаугурация новоиспеченного хозяина Елисейского дворца состоится 14 мая. Но уже сегодня 11-й президент Пятой Республики принимает телеграммы со всего мира. С победой лидера движения «Вперед!» поздравил Александр Лукашенко. Президент отметил, что наша страна рассчитывает на поддержку взаимовыгодного сотрудничества между Минском и Парижем. Ну а в городе, на берегу Сены, сторонники Ле Пен бунтуют, а Макрона отмечает викторию. Я буду служить вам со смирением и силой. Я буду служить вам, оставаясь верным принципам республики о свободе, равенстве и братстве. Я буду служить вам и буду достойным доверия, которое вы оказали мне. Да здравствует республика! Да здравствует Франция! Впрочем, долго почивать на лаврах у Макрона не получится. Ему досталась страна с эрозией политической системы. Основные партии, социалисты и республиканцы, остались не у дел. А через месяц выборы уже в национальное собрание. И визави президента Ле Пен и ее партии – главные фавориты на получение парламентского большинства. В свою очередь, Эммануэль Макрон пообещал французам продолжить путь евроинтеграции. Еще более тесное сотрудничество с Германией. Упор на евровалюту и борьба с безработицей. И сегодня же избранный президент Франции Эммануэль Макрон вместе с действующим главой государства Франсуа Ландом принял участие в памятной церемонии у Триумфальной арки в Париже. В честь 72-й годовщины окончания Второй мировой войны они возложили венки к могиле неизвестного солдата. Память погибших почтили минуты молчания и главы дипломатических миссий. Беларусь на церемонии представлял посол нашей страны во Франции. И если в Европе завершение Второй мировой войны отмечают сегодня, в Беларуси основные торжества по случаю Дня Великой Победы пройдут именно 9 мая. Только столица приготовила более 80 праздничных мероприятий. Завершающим аккордом станет красочный салют. Подробнее о сюрпризах дня завтрашнего расскажет Виктория Ходосок. Насыщенная программа развернется и у Дворца спорта. Как же не попытаться победить в День Победы? На открытой площадке соберутся настоящие богатыри. Свои нечеловеческие возможности на международном турнире по силовому экстриму покажут знаменитые спортсмены-пауэрлифтеры. Здесь же можно будет заглянуть в самобытные переулки города мастеров за эксклюзивными украшениями и сувенирами в национальном стиле. Музыкальный тон празднику зададут десятки концертных площадок. Любимые песни Победы можно будет услышать около Дворца спорта. Эстафету подхватят и в Верхнем городе. В праздничный день торжества пройдут во всех районах города. Столичное метро утром и днем будет работать по графику выходного дня. По такому же расписанию к местам гуляний можно будет добираться и на другом общественном транспорте. Кстати, подумайте заранее, где припаркуете свой автомобиль. Вблизи площади Победы и Парка Победы это будет запрещено. 9 мая вся страна станет одной большой праздничной площадкой. В каждом городе программы будут со своей изюминкой. В Витебске горожане споют короткие песни военных лет. А в Гомеле у монумента на Аллее Героев. Из полтысячи зажженных лампадок выложат цифру 72, символизирующую количество лет со дня той самой Победы. Кульминацией торжества станет огненная феерия. Украсят в ночное небо 30 красочных выстрелов в пяти точках Минска. Грандиозные залпы Победного 45-го прогремят по всей Беларуси. В столице также впервые еще пройдет необычное 3D-шоу в сопровождении президентского оркестра. По замыслу организаторов ожившие картины с элементами анимации будут проецироваться прямо на здания, которые окружают монумент Победы. Три дня и три зимы до Победы. 75 лет назад в деревне Пристань Минской области немецкие захватчики расстреляли всех мужчин, женщинам и детям чудом удалось спастись. Каждый год в день этой страшной трагедии местные жители вспоминают тех, кого не стало теплым весенним днем. О тех, кто как сегодня помнит каждую минуту того дня, материал Анастасии Хободовой. Антонина Сергеевна усе 86 годов прожила у Пристани и той жудостный в осенний день, помните, как сёння. 6 мая, сдаётся, и солнце светило тут по-иншому. Съехали партизаны споткобылись вот так, а отчёл немцы и стрелища, и забили немца одного партизаны. И вот они приехали, сапили чало, и давай собрали у всех 128 человек, мужчин. И молодых, и хлопцов у всех побивали, у всех. Страшно было, страшно. Кровь текла ракой. На месте расстрелу и сёння пустыр. На краевёске, небы, и трава не расте. Миновата тут, на этому сгорку, 6 мая 1942 года, и собралися жихары вёски и пристань. Как им тогда сказали, пришли они сюда на сход. Але последние немецкие оккупанты дозволили женщинам и детям идти до хаты. Они побегли возле за это у сгорок. А тут отчули стрелы. Это немецкие оккупанты с кулемётов расстреливали мужчин. Как говорят святки, по этой дороге так лисоправдные кривавые реки. И еще тыдень навод коровы не могли идти по этой дороге. Небы, что они отчували. А после выжившим пропоновали идти до хаты. Тих, кто послухался и устал, расстреляли в спину. Так у вёст засталося только 4 мужчины. Хавать расстреляных заборонили 3 дни. Да и не было с чего сделать труну. Доски привозили с соседней вёстки, знайомые. А когось циховали у огульные курганы. Мария Дмитрия нажила тогда на суприть того самого кривавого узгорка. Презусёжи Тёйна пронесла с собой вспомин про то, и как бабуля кричала «Хавайся!». Осталось 4 хаты. Кто в окопах, гранаты кидали. У всех уже где кто был. Я учекала в кусты, и баба учекала. Была, что уже тоже инвалид была, коллега. Забирали всё, что попало. Ходили. А хаты горели. Покидали в окоп и запаливали. И с кровью было страшно, и страшно, что так вот робится и робится всегда. А после у восемь вёска зусим зникла. Немцы снова пришли. На этот раз после себя покинули только Попялища. Усе сто хат были спалены. Жанчины с детьми отсюда смогли вырытываться. До войны у приста не стояло сто хат. Одразу после одновили только восемь. А ле место хапила усим. Жили жартують одной великой семьёй. И коли знаходили, что приготовать, так ни от кого не хавали. И после, каждый год, 6 мая, сбиралися усе разом. Капрысти допомника и покласти к ветке. Анастасия Хобытова и Илья Пучко. Столичное Телебачене. Во время войны самым ценным для родных были письма с фронта. Их ждали с волнением. Хорошие новости в треугольниках. Или в дом придёт ещё одна похоронка. Во время войны многие солдаты вели дневники. Сейчас это реликвия. Не только их близких, но и бесценный материал для историков. О чём писали рядовые солдаты и офицеры, узнал наш корреспондент Пётр Бутрим. Мария Попова из Пинска уже 94. А на момент начала войны отметила совершеннолетие. На фронт летом 41-го она отправила одного из самых близких людей, родного брата. В первые месяцы войны тревога за него возрастала с каждым новым письмом. А что будет в дальнейшем, трудно сказать. Вот пишет. Впрочем, с фронта от старшего Дмитрия дошли только два письма. На этом корреспонденция прервалась. О том, что брат, скорее всего, погиб где-то под Киевом, Мария Попова узнала уже потом, после долгих мук ожидания. Идёшь письмо и думаешь, вот похоронка придёт. Или похоронка. Или живой. Волнуешься всё время. Все и так же переживали и боялись, что с такими известиями получим всё. В общем, это надо пережить. Уже после войны, благодаря таким же письмам, Мария Попова помогла найти ни одного без вести пропавшего. Бережно хранит и свои семейные треугольники. Ведь это единственное напоминание о погибшем 76 лет назад. Такие солдатские треугольники с фронта родные ждали с особым трепетом. Здесь и типичные слова в концовке. Передавайте всем привет. Остаюсь жив-здоров. Ваш сын. Только вот конкретно это письмо, впрочем, как и тысячи других, для кого-то оказалось последним. Своя необыкновенно ценная бумажная реликвия есть и в этой семье. Благодаря потрёпанному годами, но чудом сохранившемуся дневнику, Сергей Потолятов знает весь военный путь своего отца. Этот дневник помог нам более скрупулёзно узнать о фронтовых его буднях. Вот это ценно, потому что память стирается, а дневник остаётся. Драгичинского сапёра смерть подстерегала в прямом смысле слова на каждом шагу. Но рядовой Владимир Потолятов за время войны дослужился до капитана и дошёл до самого Берлина. Подробно и об этом на тех же страницах. Мужчине не было диким. Мстили немцам в мундирах и не считались теми цивильными, которые позволяли явную враждебность. Но стариков, старых детей русский человек тронуть не смел. Награды, среди которых и орден Отечественной войны первой степени, нашли своего героя. А он своё место после войны, где воспитал детей, дождался внуков и вместе с ними в память о той победе посадил каштан. А вот последние сроки измелька моего отца. Война окончена. Может, скоро придётся побывать и на родине. Как волнительны эти минуты. От этих слов ножки по коже. Пётр Бутрим, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брестская область. Трагедия в Минске. На пешеходном переходе легковушка сбила маму с ребёнком. Женщина погибла. Трёхлетнюю девочку доставили в больницу. Авто же врезалось в столб. В салоне находились четверо выпивших мужчин. По этому факту возбуждено уголовное дело. Разбирательство сейчас ведётся и в отношении ещё одного нарушителя. Для того, чтобы его задержать, в Борисовском районе инспекторы ГАИ открыли стрельбу по автомобилю. За рулём оказался пьяный местный житель. В период с 7 по 9 мая госавтоинспекция работает в усиленном режиме. И об этом предупреждали всех участников дорожного движения. Но несмотря на это, мы видим, что многие водители грубо нарушают правила дорожного движения и садятся за руль в нетрезвом виде. Так только за 7 число было задержано 105 нетрезвых водителей. Эта цифра примерно в два раза больше, чем в обычные дни. Только в воскресенье на дорогах к Беларуси погибли 5 человек. Госавтоинспекция перешла на усиленный режим несения службы. Благотворительный фестиваль Добра прошёл сегодня в Минске. Уже второй год подряд он дарит радость мальчикам и девочкам разных возрастов, интересов и возможностей. Шоколадные ладошки – проект, где дети могут пообщаться и подарить друг другу открытки, сделанные своими руками. Нынешний форум собрал более 120 ребят. Многие из них стали участниками праздничного концерта. Мы решили благотворительный фестиваль Добра шоколадной ладошки для того, чтобы действительно, объединить деток, деток особых, деток здоровых, деток из приютов, чтобы показать, что нет никаких вообще границ. Мы проводим фестиваль канун Дня Победы. Дети, вы видите, они шумят, они радуются, они живут в добре, потому что кто-то, может быть, плохо ходит, кто-то плохо слышит, кто-то плохо видит, кто-то талантлив, но они сегодня дарят добро друг другу. Минский фестиваль Добра по праву можно назвать международным. За акцией с интересом следят в России, Украине, Германии, США и других странах. В Киеве сегодня проходят генеральные репетиции первого полуфинала международного конкурса песни Евровидения 2017. Участники от Беларуси пока взяли тайм-аут. Их выступление состоится 11 мая. Это второй полуфинал. Накануне же дуэт Нови Бенд на церемонии открытия поразил Киев своей искренностью, вызвал повышенное внимание прессы, в том числе необычным талисманам. Это солнце, а это земля. Я думаю, вместе эти символы принесут нам удачу. Это наши древние национальные символы. Славянские символы. В конкурсе в этом году участвуют представители 42 стран. Напомню, полуфиналы Евровидения состоятся завтра и в ближайший четверг. Обладатель хрустального микрофона определится 13 мая. И на этом у меня все. В студии работал Сергей Прохоров. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok